Президент Турции обвинил американского генерала в поддержке участников неудавшегося военного переворота. Так Реджеп Тайпардаган прокомментировал слова главы Центрального командования вооруженных сил США Джозефа Боттала о возможных негативных последствиях чисток турецкой армии. Что конкретно имел ввиду генерал, непонятно. Однако турецкий лидер резко ответил на это заявление, заявив, что страны, которые заботятся о судьбе мятежников, не могут быть друзьями Анкары. Я говорю совершенно открыто, знайте, ни одна страна, ни один лидер, кем бы он ни был, не должны беспокоиться о судьбе преступников больше, чем о судьбе демократии в Турции. Такие страны никогда не будут друзьями нашего государства. Реакция Вашингтона пришла незамедлительно. Все обвинения в адрес Воттала там назвали беспочвенными. Недусмысленно намекнули, что подобные заявления могут негативно сказаться на двухсторонних отношениях. Ну вот, вместе с тем, президент Турции проявил небывалую щедрость. Он пообещал, ну пока пообещал, отозвать все иски по оскорблениям в свой адрес, объяснив это решение чувством единения против попытки госпереворота. Таких исков накопилось немало. Сейчас в стране ведется почти 2000 уголовных дел. Турецкий закон подразумевает серьезные наказания за оскорбление главы государства. В лучшем случае удастся отделаться штрафом. В худшем придется отправиться в тюрьму на срок до 4 лет. Но, впрочем, Эрдоган обращался с исками не только в турецкие суды. В апреле, например, прокуратура города Майнца в Германии открыла дело против популярного немецкого комика Яна Бемермана из-за стихотворения про турецкого лидера. Причем истцом в этом деле выступал лично Эрдоган. Ну и в конце того же месяца он потребовал от властей Швейцарии закрыть уличную выставку, где показали фотографии и где была критика в его адрес.